7 февраля мы в 20 часов в городе Сочи, уже в Олимпийском парке, открываем праздничное мероприятие, посвященное году до начала Олимпийских игр. Вы спросите, много это или мало? Могу сказать, волнительно. Но надо отдать должное, что за эти 4 года, на самом деле 4 года была активная подготовка к Олимпийским играм, сделано, конечно, колоссально много, потому что практически все Олимпийские спортивные объекты у нас построены с чистого листа. Это и достаточно хорошо, потому что были учтены все ошибки предыдущих Олимпийских зимних игр. И плохо то, что нам приходилось решать, по сути дела, 3 задачи. Не одну, как обычно, странам, которые принимают Олимпийские игры, они, в общем-то, всегда строят, достраивают те Олимпийские спортивные объекты, которых у них не было. Нам пришлось построить и все спортивные Олимпийские объекты, их инфраструктуру и, конечно, заниматься городом. Но при этом надо понимать, что все, наверное, понимали, что это все вклад в будущее, в хорошее будущее нашего города. Потому что к 2000-м годам у города Сочи накопилось очень много застарелых проблем. Прежде всего, это проблемы экологические, прежде всего, свалки, которые надо было рекультивировать и убирать складирование и утилизацию бытовых отходов в городе. Это и, скажем, проблемы транспортных коллапсов. Потому что одна дорога, которая была построена еще при Сталине, она так и оставалась одной дорогой. И те преобразования, которые сделаны за эти годы, они колоссальны. Три дороги параллельно той старой строятся. Жаль, что они еще не введены в полном объеме. И такого эффекта мы не ощущаем, потому что не введены элементы какие-то вводились. Железная дорога построена, которая станет городским транспортом. Это как в Европе. Это, конечно, решение социальных проблем, в том числе энергетических. Представьте себе, Сочи во все времена испытывал огромную нужду в том, чтобы были построены собственные генерирующие станции. Сейчас построены две теплоэлектростанции. Это Сочинская, которая вырабатывает 160 мегаватт, и Адлерская, которая 360 совсем недавно. Вот председатель правительства Российской Федерации, Дмитрий Владимирович Медведев, открыл торжественно эту подстанцию. Там мощь России, по сути дела. Но не хватит еще. То есть все проблемы не закрыты. Есть необходимость строить еще одну теплоэлектростанцию, чтобы решить уже с перспективой эти проблемы. Есть и на сегодняшний день проблемы, ну как проблемы, они уже решаются. Выделены деньги, отыграны конкурсы. И сейчас массовая идет работа по реконструкции энергораспределительной сети в городе в самом. То есть генерация есть. Высоковольтные линии, по которым подается до города электроэнергия, все новое, все современное. А вот четверка или шестерка, то есть распределительные сети от высоковольтных переработок, трансформаторная подстанция и от трансформаторной подстанции, это кабельные группы, которые в 61-м году, в 59-м году, в 60-м были заложены. Они, конечно, давным-давно уже стали аварийными и надо поменять. Знаете, деньги заложены, конкурсы, как я сказал, проведены, торги проведены. И теперь мы можем говорить, что теперь нужно только пахать. То есть надо поменять 800 километров кабельных групп, 800. Но это значит, что если по два кабеля закладывают сегодня, то 400 по городу, 400 километров разрыть и положить новый кабель. И заменить 413 трансформаторных подстанций. Ну, колоссальная работа. И, конечно, ну, это будущее, будущее, гарантированное обеспечение электроэнергии, которого в Сочи никогда не было. И, конечно, это очень важно. Ну, и последнее могу сказать, что, конечно, благодаря только подготовке к Олимпийским играм в городе удалось решить тоже застарелые проблемы. Их никогда не было. Вот так как бы создали курорт для трудящихся при Сталине, все построили. Но построили что? Санаторий. Появилась архитектура сталинская. Она и сегодня является украшением города. Но это было все построено на болоте, да, создали великолепные курорты. А вот то, что дальше, как город, как люди, которые в этом городе, как те, которые должны обслуживать и делать качественную услугу, этого не было. И, конечно, много времени прошло с того времени, что не решались эти проблемы. И сегодня, благодаря подготовке к Олимпийским играм, это город другой, как его... Я же говорю, что было за что терпеть, и есть еще за что потерпеть. Потому что, если мы возьмем социальную сферу, то за эти только 4 года построено 5 школ. 4 школы общеобразовательных, одна спортивная. Построено 7 детских садов, уже сдали в эксплуатацию, 700 мест добавили. Сейчас, в апреле месяце, еще 3 детских сада будет введено в эксплуатацию. Это, ну, по минимуму я беру, это 350 мест. И 5 начинаем строить. То есть, как бы для такого города, как Сочи, это очень значимо. Или возьмем учреждения культуры. Ну, могу сказать, 17 это основных домов культуры, театров отремонтировано. И клубы. Клубы для сельской местности, для горных районов, это культурно-развлекательные центры для них, это важные вещи. Они практически все отремонтированы. Скажем, здравоохранение. Ну, для Сочи курорта просто давным-давно нужно было об этом подумать, потому что не только ездить, оздоравливаться. Ну, представляете, оздоравливаетесь, а само здравоохранение никудышнее. Ну, наверное, знаете, что построена клиника в Красной Поляне. Клиника на 150 кольком мест, но лаборатория, МРТ, компьютерный томограф. То есть, полная диагностика, операционные залы. Построена на 6 больнице, это Адлер. Построен хирургический корпус. Корпус, значит, построена в Дагомысе больница районная. Построена инфекционная больница. Это я называю все, что произошло за каких-то несчастных, там, значит, 3 года. Построена инфекционная больница, состоящая из 11 корпусов. И она за пределами города. Сейчас завершается строительство, и к июлю 2013 года должно быть введено в эксплуатацию. Это травмохирургический центр на 300 колька мест, но 21 только операционный зал. Отделение высоких технологий. То есть, вся техника. Модернизация. Каждая районная больница в Сочи имеет сегодня диагностическую базу. Даже Лазаревка полностью модернизирована. Здравоохранение имеет МРТ, КТ. Лаборатория пока не готова, но модернизация идет. И другие вещи, о которых нужно сказать. Конечно, внешний вид города, он всегда, ну, великолепная природа, красота. Это единственный субтропик в России, да. Главный курорт России. Ну, внешний вид всегда желал быть лучше, да. Ну, будем говорить, что мы отремонтировали за это время 800 домов, дворов. Это многоэтажных. И есть программа городская, по которой идет приведение к архитектурному облику частных жилых домов. Ну, скажем так, из 7 тысяч, которые, по нашему мнению, должны быть приведены, а что это привести в порядок частный дом, да, это кровля должна быть, скажем, ну, цвета дерева, я так уже, потому что, как-то я сказал, красного оттенка, да, меня покритиковали все, кому не лень за это. Но, тем не менее, это было 4 года назад, помните, да, когда сказали, вот у мэра Сочи есть проблема. Он, говорит, поселился на 16 этаж и увидел, что крыши некрасивые. Решил, что они должны быть все одинакового цвета, красного. Вот. Ну, не поверили. Сегодня, если будете подлетать в Сочи, то увидите, что, в общем-то, мы к европейским масштабам уже подходим. Но нам еще половина предстоит на этот год привести в порядок этих частных домов. То есть, это, ну, приведение, как я уже говорил, фасадов, кровли, дворов и забора, ограждения. Но то, что касается ограждения, то мы предусмотрели в бюджете города. На 1 миллиард рублей у нас предусмотрено благоустройство города. На 1 миллиард рублей это пешеходные зоны, это зеленые зоны. На 2 миллиарда рублей это приведение в порядок, то есть, ремонт всей уличнодорожной сети. Это большие деньги. Но их надо делать, потому что была огромная стройка. И, естественно, более 7 тысяч только строительной техники тяжелой весной. Конечно, дороги попобили они нам, но предусмотрены все эти работы. Кстати, когда мы говорим об экологии, говорим о МЗИМТе, что МЗИМТа подверглась строительству. И есть и проекты по восстановлению всех тех объектов, которые в этом нуждаются, в том числе и МЗИМТа. Это проект, это мегапроект, который является достоянием всей России. И он мог бы быть реализован только так, как он реализуется сейчас. То есть тем, что, по сути дела, этот проект курирует лично президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И, естественно, что над этим проектом работают все министерства, все ведомства и город, и край. То есть это наша с вами, по сути дела, победа. Это наш с вами конкурентоспособный международный курорт номер один. Такой, который мы хотели. Вот на самом деле это так, в завершении. Но это я всегда сочинцам говорю. Город Сочи – это не город сочинцев. Это город всех россиян. Это наш город, потому что вся Россия его делает. И для себя это делает. И для тех гостей, которые будут к нам приезжать и, в общем-то, понимать, что в России тоже есть такие курорты. Спасибо. 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 Спасибо.